всем доброго времени суток уважаемая а также подписчики и гости моего канала ну и вот сегодня у меня на то катушечка называется на shimano twin power c3 тысячи пятнадцатого года много народу мне там писали говорили что хотелось бы посмотреть ее как бы сказать более подробно изнутри как это все выглядит мне вот сейчас у нас предоставляется такая возможность прислали нету катушку на туз воронежа человек он прям три катушки сразу же прислал мы с ним поговорили по скайпу он просил как бы на некоторых катушках там пожелания что чего сделать да и вот в данный момент это одна из этих катушек вот катушка как я понял от рыбачила сезон или что-то около того немного с люфтами здесь все в порядке говорить тут ничего не стоит в этом плане все нормально во всех отношениях и даже тут сильно что-то показывать рассказывать рассказывать я думаю не стоит нужно просто брать и делать вот и все откручиваем ручку снимаем шпулю ну и заодно посмотрим все конструктивные особенности данного типа катушек вот добрались до фрикционного механизма сейчас мы все это вынем и посмотрим в принципе с это как бы сказать современный фрикционный механизм шимана он последнее время однотипен на большинство катушек это вы уже наверно успели заметить это вот такие от фрикционная накладки их как правило в районе трех штук как всегда вот они и нижняя ну сразу же начнем со шпули not шпули сама такая не тяжелая надо сказать и видим что в шпуле у нас стоит его очень даже хорошо видно подшип virtual tight вот он стоит этот подшипник очень хорошо стоит и 2 у нас подшипник стоит это по шпулем типичным механизм и вот он то есть вот для него посадочное место ты шпули у нас стоит на 2 подшипниках это очень хороший конструктив именно для того что когда работает фрикционный механизм при больших нагрузках это как бы очень даже хорошо вот осталось у нас снять подшпульный механизм и начинать разбирать все дальше как бы сказать так откручиваем из подшпульного механизма он такой twin под шестигранник тоже типичная штука и все вот это вот снимаем вот видим что вот внутри стоит вот он подшипничек опорный да ничего тут хитрого нету ну и теперь осталось нам как бы снять ротор сейчас мы это все и будем делать снимаем вот такой вот двумя саморезами как бы сказать чехольчик да можно сказать тубус на он с одной стороны видите в нем такие грани он блокирует у нас гайку ротора до чтобы она от самораскручивания и в то же время держит вот такой вот сальник на штоке да то есть вот шум она сейчас очень сильно взялась а вот за это вот все после того когда его начала делать максили да я не знаю это может быть и конечно хорошо и сколько-то предотвращает это все но только в том случае если ловить наверно под водой до спиннинга до видео мне тут кто-то видео скидывал на ссылку что действительно как бы ловят под водой да вот но на самом деле по факту и без этих всех вот таких вот резиночек и сальничков до шимана и так работает отлично да как бы сказать и никаких таких там особых нюансов с попаданием воды у шимана не возникало никогда да то есть вот так что я думаю это лишние понты но еще и бывают эти вот резиночки как от я столкнулся до на стеле они до такой степени как бы ну диаметр внутренний поменьше да что если ее взять вот одевать вот на этот вот штук да то она очень здорово прям ну притормаживает ход катушки просто здорово притормаживает то есть сильно обжимает и притормаживает хода и тут понятно либо сделать в обтяжку чтобы вообще было герметично если и это в ущерб как бы ходу да и либо сделать чтобы ходу не мешало но тем не менее будет попадать вода так что фиг его знает что лучше что хуже но и без этого раньше все было хорошо вот снимаем гайку ротора снимается снимаем сам ротор видим у нас вот такой вот сам ротор да кстати видим вот этот новый стопор обратного хода который у нас теперь у шимана будет наверное легендарным за всю историю шимана по его отказом до теперь появляется отказ у этого стопора но то ладно не в этом дело видим здесь а вот опять же еще один вот такой вот сальник видите пыльник или сальник как его назвать и для этого сальника специально сделано вот это вот такая вот вот она цилиндрообразная как бы сказать втулочка она здесь именно для того нужно чтобы вот заполнять вот это вот пространство и соприкасаться вот с этим вот резиновым сальником и тоже делают до такой степени что бывает тоже тормозится ход но здесь и мы видим ход она не тормозится но и видно очень четко на взгляд что есть щели как бы сказать вот насколько эти меры эффективны я не знаю и без них раньше было все нормально при том условии что если не рыбачить под водой вот но и снимаем стопор обратного хода и вот это и стопор обратного хода они от меня напрягает делают их сейчас по такой концепции что катушка крутится только видите в одну сторону на обратно уже не крутится но стопор обратного хода имеет такой ресурс что если вдруг кто-то захочет то может в принципе его и сделать флажок и отключать да как бы вот так непонятно мне для чего это они делают вот эта планочка металлическая сверху сама видите она вот именно создана теперь для того чтобы поджимать вот этот вот пыльничек в новой концепции вот он на вот теперь новый еще раз повторюсь легендарный стопор обратного хода вот мы видим все таки есть фиксирующий штырь до который его все таки фиксирует в положении вкрутиться в одну сторону но самое что интересно что если это вдруг штырь сделать поворачивающийся да мы видим да то все таки вот вот он будет крутиться и в одну сторону и при переключении будет и в другую то есть шум она сделала такой ход и просто-напросто но вот убрала эту функцию то есть как бы сказать для чего шим она убрала эту функцию если честно сказать мне тоже не совсем понятно если повысить надежность то вообще уберите эту планку уберите все эти регулировки чтобы была надёга до чтобы только вперед и ни капли назад да а тут осталось все то же самое просто убран флажок тем самым как бы надёга она ну то что убрали флажок надёги это не добавила тем более стопор обратного хода новой концепции мы видим что ролики практически в два раза меньше чем на старых моделях стопора обратного хода из этого он как бы чаще встречается проблемы с ним извиняюсь так ну что видим под ним опять же уплотнительное колечко до под стопором обратного хода которая как бы теперь предотвращает и под него попадание воды сверху сальник ну короче вообще мы зашифровались по полной программе вот здесь а мы видим теперь что они еще поставили вот такую вот планочку раньше пусть и снимать стопор обратного хода и сразу же можешь вынить вторичную шестерню главной пары потому что она как бы подшипника опирался вот на все это здесь мы теперь видим концепцию как делать да и вода его тоже обычно делать такую планку вот и она держит вот это вот насколько это эффективно я не знаю раньше и без бы этой планки работала десятилетиями ничего особенного ну вот будем разбирать дальше так ну вот продолжаем разбирать дальше помимо того что я вот сразу же снимаю видео про катушку еще приходится отвечать на ваши комментарии моих любимых телезрителей то есть по последнему видео это по бронзину подави ну очень много всяких разных там смотрю развелось вопросов и так и сяк ну я скажу так я не претендую вам сразу же уважаемые скажу на какого-то мастера там компетентного некомпетентного то есть мне это вообще как бы ну вопрос у меня нисколько не колышит да я вам скажу сразу же потому что я у нас по крайней мере в россии не видел таких учебных заведений институтов да где как бы учат выпускает дипломированных мастеров по т.о. катушкам да то есть все приходят своим опытом не знаю в японии есть такие курсы или нет но таких кто ездил кто-то на курс я тоже не знаю если допустим нас хабаровске есть вот эти сервисные центры японские то бывает кого-то там там тойота центр обычно там или еще какие-то направляет по автомобилям там на курсы до в японию да но по катушкам что-то я такого не видел до от этого наверное примерно трудно сказать кто у нас в россии компетентный до в этой области потому что как бы учебных заведений специальных есть муж конечно и ездили в японию до учиться ну я не знаю по крайней мере таких людей и учат ли там там этого но то опять же единицы но и наука тут я бы сказал не такая она и хитрая то что я комментирую можете воспринимать можете не воспринимать не воспринимать компетентная рассказываю либо некомпетентно для этого есть видео видео вам что показывает показывать шпулю в пуле что посадочное место под подшипник ну не знаю могу даже ничего не говорить то есть просто снимать понимаете и каждый посмотрит и все равно своим умом до своим опытом который там человек умнее меня да он он посмотрит видео поставить на паузу разглядит эту деталь и сделать свой компетентный вывод может я ошибаюсь то есть меня это нисколько абсолютно не напрягает если честно скажу смотрите видео делайте свои выводы я же не заставляю вас делать как бы сказать именно мои до которых я рассказываю ну рассказываю я в основном и своего опыта что она происходит вот кстати забыл опять сказать кстати вот мое любимое это скажем так смотреть ротор какая у него шейка ротора то есть ротор у нас данном твине пластмассовый и шейка ротора у нас ничем не усиленно обычно ее таким обручем металлическим сверху но одевают опрессовывать до что предотвращает от проворачивания ротора на этой модели такого нету то есть логично что что при твичинге больших воблеров до или просто при нагрузке может просто хлопнуть только хлопок так хрусть и лопну вот с этим я сталкивался знаю если он даже треснет знаю как он как его отремонтировать знаю как его сейчас сразу же усилить заранее то есть а вы делаете свой вывод фигню я говорю не фигню я говорю правду или неправду возьмите катушку прицепите какой-нибудь воблер мощный подергайте пару деньков посмотрите провернется не провернется и все такое грубо говоря вот так что это вопрос такой кому вообще не нравится но не смотрите пожалуйста я если как бы сайт не будете смотреть кто-то там мне это тоже не напрягает абсолютно не интересно то есть как бы сказать ну у меня интересов нету чтобы у меня смотрели этот канал миллионы там или еще что-то кто-то восхищался этим мне тоже не интересно канал никакой не коммерческий ничего не зарабатывает ни с какой рекламы я ничего не имею на этом канале так честно скажу вот ну что осталось нам открыть теперь крышку корпуса так открываем вот и наблюдаем вот самое что интересно что теперь вот как бы шамана именно ратин пауэр и теперь обе половинки до корпуса не сделаны из металла вот это металлическая и это металлическая раньше как правило одна половинка она была вот это вот сделана из пластика ну или пластмассы там ли из какого-то другого материала в данной модели она металлическая но ротор теперь пластмассовый то есть где-то берут где-то добавляет вот и подшипник они видите как бы закрепили коренной подшипник главной пары вот таких вот трех винти когда ну то есть если бы не закрепляли я думаю тоже бы не сильно это чего-то и кого-то напрягала вот ну теперь мы посмотрим весь конструктив ну вот конструктив я бы вам сказал похож как на стеля похож как на страдике видим что бесконечник у нас перенесен верхнюю часть стоят две направлять и опирающих у такого подкова образного коромысла вот одна направляйка вот она другая что в принципе поперечный люфт у нас почти за счет этого исчезает да вот такие вот микромодульные шестеренки хотя вот здесь вот одна паразитка черная сдается мне что вот она пластмассовая но там сейчас процессе все посмотрим насколько такой конструктив крут ты затрудняюсь сказать это все покажут годы да вот видно что смазочка чуть-чуть тут как бы такая под высохшая вторичная шестерня главной пары мы видим отрегулирована шайбой прям жестко здесь она теперь закреплена таким фланцем видите вот вот ее люфт вот он минимальный практически его нет но вот он все-таки присутствует то есть шимана вот таким образом начинает избавляться от этих вот люфтиков всех так смазка уже такая суховатая ну что можно сказать по главной паре главная пара у нас опять же легко выполнена из облегченного материала смазки здесь хватало мы видим до что по кругу равномерно смазка выдавлено видите равномерно по всему кругу то есть намазана она была грамотно да ну и вот и края здесь с маску же видите вот на ногти темная смазка уже потемнела поработала и принципе это вот которая осталась на зубях то которая выдавила сразу она чистая потому что сразу выдавилась а дальше вот вы видите такие черненькие каемки смазки то уже которая работая рабочая смазка потемневшая в принципе да уже будем делать то разбирать дальше как бы смотреть вот это вот все так разбираем дальше у меня уже тут уже начинает чуть-чуть уже с комментариев по этой дайве экзист бронзина уже на ха-ха пробивать правильно там один человек комментариях написал там типа как он там выразился на чуть-чуть не дословно но смысл такой же типа типа все сразу же там как-то там застанали фанаты дайва или еще что-то в этом духе ну действительно так оно и есть он уже мне пишут что оказывается эта катушка дайва бронзина вот с такой главной парой понимаете со вторичной шестерни сделано из металла скорее всего и стали предназначена работать с весами до 25 грамм а когда я написал что twin 2 500 у меня отработал по таким нагрузкам в течение 8 лет мне написали внутри для этого же создан ну вот смотрите вот twin 3000 до у меня 2 500 размер главной пары вина с облегченной да вот главной парой и вот и дайвы бронзина главная пара вот примерно вот такая вот да сделана из высокопрочных материалов и вторичная шестерня по моему как бы еще не стальная понимаете ну то есть может и не стали конечно чуть-чуть не так говорю но не латун да то есть белый металл какой-то очень твердый очень мощный да вот именно она вот с такой вот главной парой морской на шести винтах предназначена до 25 грамм но от винта конечно вот такой вот еще больше даст большими нагрузками а вот дайва бронзина нет потому что там большая пара и работает она должна только до 25 грамм но ребята не смешите понимаете но не смешите что такое твин он создан вот с такими барраками работать да с нагрузками а та вот с такой главной парой да и со с остальность из остальной вторичной шестерни да но до 25 грамм чё уже из ума выживать то есть если уж на то пошло можно прятать тему вообще как бы поговорить чем допустим катушки силовые да как бы сказать ну как бы ну как силовые с более большими нагрузками работающие да и более легкими чем они отличаются в первую очередь я вам сразу же скажу от отличается главной парой то есть без разницы какой там будет корпус он может быть даже пластмассовый понимаете но если там главная пара мощная и может выдерживать нагрузки значит она может работать с такими как бы сказать нагрузками да то есть в первую очередь определяет потроха понимаете как бы сказать вот но это ладно это так я просто маленько поржал вот мы достаем вторичную шестерню вот она у нас выглядит таким образом вот шайбочка про которую я вам говорил вот сейчас вот начали от шимана как бы вот об этом заботиться и начинает как бы уже четко выставлять и смещать да то есть грубо говоря начинает регулировать вторичную шестерню видите вот здесь от регулировочная шайба и здесь это говорит о том что они относительно ну как бы сказать первичные вторичные шести друг друга они начинают уже смещать и четко выставлять да то есть в правильном положении чтобы она уже так протиралась и работала то есть основную главную пару я уже быстренько помыл вы дышкой видно что зубья у нас напылением покрыты про которые я уже много раз рассказывал главная пара сама уж не таких и больших размеров так же как и вторичная если кто-то там может сравнить поставьте это видео на паузу до откройте в другом окне окно youtube и откройте предыдущее видео про дайву экзист бронзина маритан да там уверенение маритана просто экзист бронзина да извиняюсь и посмотрите какие там главная пара размерами помощности по сравнению с этим твином но вот минут этот почему-то решили там у меня зрители может работать с большими весами и нагрузками ауда его то вот она вот такая бедная не может с морской главной парой работать и убивает ребята на чем о заповедниках что для но защитники и фанаты дайва конечно меня ну улыбают улыбает конечно вот уже забыл на чем остановился так ну вот смотрим теперь все внутренности вот устроена это вот таким вот видом и вот эти штуки сейчас достаются очень просто раньше они проживались вот таким вот пластинкой фланцем да как бесконечника теперь они вот просто вот под усилием вынимается на конце их вот такие вот резиночки видите которые как бы их стопорят в корпусе вот она видите это резиночка буквально немного усилия вот она вынимается видите на таких резиночках и все насколько это надежно и эффективно понятно что декоративная крышечка изнутри она все это дело как бы поджимая да если так разобраться вот упорными такими ступеньками видите вот одна под нижний шток под верхний шток упорная ступенька как бы это все поджимается до чтобы она ну при то очень удобно вынял как бы и все вот вынимается сам штук совсем вот таким вот толкателем виде подковы да вот ну насколько это хорошо или плохо трудно сказать видно что шток у нас тоже очень облегченный покрыт вот этим вот таким вот скользким покрытием облегченка это сейчас такая новая тенденция и внутри у нас остается только бесконечный винт и шестерни привода бесконечника вот они паразитка у нас одна видим пластмассовая сами шестерни металлические осталось их достать и будем смотреть дальше так ну вот в принципе все до конца разобрал про мы просушил в принципе и что вот могу сказать если кому интересно сейчас попробую смоделировать как вот эти вот все шестерен очки у нее выглядят вот такая вот промежуточная пластмассовая паразитка у нее вставляется вот такая вот с микрозубьями микромодульная как они позиционируют шестерен очка вот видите одевается она на такой вот вал и приводит в действие вот через такую вот тоже микромодульную с мелкими зубьями шестерен очку бесконечник эти вот таким вот образом это выглядит а часть паразитку она соединяется вот со вторичной шестерней главной пары и все это выглядит как-то вот так вот видите вот такая вот движуха если кому интересно вот примерно я смоделировал привод вот этот вот новый хитрый привод бесконечного винта ну вот что еще могу сказать вот если взять посмотреть как сделан корпус и как сделаны вот эти вот ушки это я опять вспоминаю про да его экзист бронзина да мы видим что толщина вот этих стенок все таки вот а вот вина до которым прикреплены ушки она хотя бы миллиметровая да где-то она видите и больше от миллиметра да то есть хоть к чему-то хотя на прикреплено но у этого экзиста бронзина мы видим что это ушки были прикреплены со стенкой этой крышки толщиной сиричную скорлупу то есть реально дело до смешного здесь у шумана конечно у вина нет такого тут хотя бы они миллиметровая может полтора миллиметровые стенки хоть более менее как-то адекватно сделано но не с толщиной сиричную скорлупу как это у дайвы экзист бронзина да хотя в принципе и цена от вина в два с половиной или в три раза меньше чем у той дайвы да то есть видим вот она нормальная крышка так но в принципе можно помаленьку все это дело делать собирать ну и дальше мы доберемся уже до механизма ротора кнопок и всего остального что мы еще не разбирали вот так ну вот наша это подходит концу и добрались мы уже до самых крайних механизмов что можно сказать по кнопку с клубом у нас все в порядке там два подшипника все крутится более чем хорошо никаких лифтов и честно сказать у шумана с клубами всегда все окей ну и можно теперь посмотреть как устроен механизм самого ротора как я говорю ротор легенький пластмассовый вот устроен стандартно вот из такого вот скажем так толкателя до который у нас при автосбросе толкает коромысла да вот он так он такой у нас фиксатор данном случае он у нас металлический они пластмассовый видите с пружинкой вот пружина сама с металлическим толкателем в принципе все надежно not вставляется над такую вот пластмассовую тонкую-тонкую как скорлупа по стенкам аж она аж просвечивала тут смотрите вот видите такую вот и тут она вставляется в ротор и чуть-чуть вращается якобы это все должно лучше фиксировать но в принципе в какой-то момент может это все кругнуть и не очень надежно тут кстати непонятно шимана то она в топовых моделях ставит это как бы сказать из какого-то металла да то в более дешевых моделях мы наблюдали до стоит она металлическая здесь она пластмассовая тут закономерности никакой нету то есть топовая или не топовая модель она и более дешевых бывает пластмассовая буби и металлическая тут как бы сказать вот это вот логический этот момент никак не отследить вот вот сделано мы здесь и видим что все ключи под шестигранник очень кстати удобно не сбивается ничего не очень сильный так уж это все было и закручено и осталось посмотреть у нас ролик лесоукладывателя несмотря на что что было на это все сидела мы видим на красном пермаментном фиксаторе откручилась очень легко шайба стандартная для всех конструкций ролика лесоукладывателя шимана видим ролик сам ну как вот многие сейчас говорят что вот это вот подшипник с этим роликом час они вместе как бы запрессованы и меняются они типа дуплетом вместе насколько это я не знаю может быть это и можно будет выпрессовать его оттуда может быть и нет этим я не занимался видим что как-то это пластмасска у нас здесь вообще тоненькая здесь потолще выступают как там оттуда впрессована кривовато да но тем не менее видите он грубо говоря для простого люда он просто цельный вот и все то есть просто так не достать нужно приспособление и для выпрессования грубо говоря чтобы выпрессовать вот этот ролик оттуда потому что я где-то видел на просторах ютуба специальный инструмент для выпрессования вот этих подшипников значит логически наверное это для него и должно выпрессовываться да то есть вот в принципе уже не осталось ни одной части на этой катушки которые бы мы не разобрали не посмотрели можно сказать что новый twin не такой уж он конечно и вал по сравнению со старыми первый минус которую я конкретный вижу это ротор обратного вернее стопор обратного хода с более маленькими роликовыми подшипниками на которых уже выявляется при эксплуатации определенный головняк да это ротор пластмассовые никакой здесь опрессовки усиления на шейке нету все остальное вроде как бы ну нормально видим бортика прессованный из прочного материала и все такое насколько надежно это вот облегченные штоки облегченная главная опара с покрытием это покажет только время это сейчас все делается на новых катушках видно кончились те золотые времена когда качество было превыше всего вот ну что делаем ты удачу так ну вот наше то подошло к концу катушечка собрана имеет очень плавный ход придется еще какое-то время поработать чтобы вернуться к своим более лучшим характеристикам оборотов ручки да только пока она смазана так все работает замечательно мягко нравится мне такие щелчки приятные все работает как надо ну вот уважаемые кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями